Районный совет провел сессию. Более 10 вопросов рассмотрели депутаты в их числе присвоения звания почетных гражданин Лобинского района. Петр Петрович Власенко из Ахметовской, ровесник Лобинского района в этом году, ветерану тоже 90 лет. В предстоящее воскресенье во всех поселениях состоятся выборы депутатов, а в пяти поселениях предстоит выбрать глав. Депутаты районного совета провели первое после летних каникул заседание. На сессии обсудили более 10 вопросов. Среди них развитие ващеводства в малых формах хозяйствования, а также заслушали отчет об основных результатах оперативно-служебной деятельности лобинских полицейских. На этом заседании также депутаты утвердили присвоение звания почетных гражданин муниципального образования Лобинский район еще двум нашим землякам. Подробности у Натальи Литвиненко. На первое заседание после небольших каникул депутаты районного совета пришли с новыми силами. Сразу 12 вопросов им предстояло обсудить на 65-й сессии. В работе совета принял участие глава Александр Садчиков, его заместители и руководители управления и отделов района администрации. В начале перед народными избранниками с докладом выступила заместитель начальника финансового управления района администрации. Лидия Куруч вынесла на обсуждение вопрос, который касался изменения бюджета. В текущем году доходная часть главного финансового документа увеличилась почти на 70 миллионов рублей. Средства поступили с краевого бюджета, а также от возврата остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет. Данную сумму специалисты финуправления уже распределили, о чем депутатам доложила Лидия Куруч. Расходная часть бюджета по администрации увеличится за счет краевых средств на 10 миллионов 763,700. Из них на 4 миллиона 522 тысячи поступят на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, то есть на строительство офиса в Засовской врача общей практики. За счет средств федерального бюджета на приобретение жилья детям-сиротам поступило более 5,5 миллионов рублей. Для сведения хочу сказать, что за счет средств краевого бюджета у нас план 49 миллионов 943 тысячи, тоже на приобретение жилья детям-сиротам. То есть необходимо расчетно приобрести 48 квартир. На настоящий момент исполнено 32 миллиона, ну около 33 миллионов, то есть приобретена уже собственность 31 квартира. Также дополнительные средства направлены на проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций. Большую сумму отводят на строительство быстровозводимого модуля помещения, групп детского сада номер 7 станицы Засовской и реконструкцию Лобинского детского сада номер 22. Также деньги поступят и на другие объекты социальной сферы района. О работе Управления сельского хозяйства по увеличению производства овощей и плодов ягод доложил начальник Петр Приходько. В Лобинском районе овощеводством в основном занимаются фермерские и личные подсобные хозяйства. За последние годы произошло снижение площадей, используемых для выращивания культур. При этом урожайность возросла, отмечает начальник управления. Из-за регистрированных крестьянско-фермерских хозяйств 10% только занимаются овощеводством. Да, это понятно, это культура очень трудоемкая, требующая больших затрат, большого труда людского. Надо картофель собирать, еще механически мы не убираем овощи тоже, надо рассадить, надо рассаду, надо убрать. Но благодаря тому, что наши овощеводы, они одни и те же занимаются, они всегда на столху, там, Новиков, Турищев, которые занимаются из года в год, они имеют определенный богатый опыт по выращиванию данной культуры. И благодаря этому мы насыщаем рынок данной продукцией. Климатические условия, достаточное количество влаги и мягкий теплый климат очень благоприятны для выращивания овощных, ягодных культур. Поэтому овощеводов нашего района очень богатый опыт. Сегодня овощеводы Чамлыкского сельского поселения работают в теплицах с использованием научно обоснованных методов, технологий выращивания томатов, огурцов, перца и многих других культур. На базе этого поселения даже проводятся обучающие семинары. Выслушав подробный отчет о развитии овощеводства в муниципальном образовании, глава района все же отметил, количество производимой продукции не полностью покрывает потребность жителей в овощах, хотя ресурс еще очень большой. Александр Сачиков порекомендовал специалистам управления сельского хозяйства более плотно заняться данным вопросом. В то же время депутаты отметили позитивные результаты деятельности аграриев. Работа по наращиванию производства сельхозкультур будет продолжена, заверил Петр Приходько. Далее на сессии заслушали отчет об основных результатах оперативно-служебной деятельности лобинских полицейских за первое полугодие. Подводя итоги работы отдела МВД, начальник Юрий Галот отметил, что поставленные перед полицией задачи по поддержанию правопорядка в Лобинском районе выполнены в полном объеме. И на сегодняшний день ситуация остается под контролем. В отчетный период зарегистрировано 8687 сообщений о происшествии, что на 566 меньше, чем в прошлом году. Системный подход к наступательности последовательности в оперативной реагере, в том числе на изменение оперативной обстановки, позволило сохранить стабильность в обществе и добиться снижения уровня преступлений с 797 до 600. Уровень преступности за счет на 1 тысячу населения составляет 6,5 преступлений. Сохранена позитивная динамика сокращения преступных посягательств на собственность. Сократилось число краж, в том числе квартирных, меньше стало мошенничеств. Снизилось количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений. В ходе обсуждения доклада депутаты порекомендовали начальнику отдела МВД усилить работу в центральной части города. На заседание также утвердили положение о звании почетных гражданин муниципального образования. В честь 90-летия Лобинского района такой высокой награды будут достойны сразу два жителя – Александр Любченко и Борис Стрельцов. Данное решение поддержали все депутаты. Кандидатуры достойные, подтвердил и глава Александр Садчиков. На основании нашего положения глава вносит предложение о присвоении почетного гражданина муниципального образования Лобинский район, Любченко Александрович, руководителя налоговой инспекции Лобинского района, который в 1986 году является и руководителем, возглавляет такое важное сложное направление для всего района, отбор налогов, и вот вопрос выносится на ваше обсуждение. Благодаря работе его как начальника, возглавляемого коллектива, удалось спокойно вывести ситуацию из того страшного банкротного периода, сформировать направление, сформировать новых собственников, и таким образом вы знаете, что сельскохозяйственная отрасль и агропромышленный комплекс сегодня находятся в довольно-таки успешном состоянии экономики, работы. Это делалось им как человеком, который делал много для созидания района. Большую роль в развитии социальной отрасли и экономики района вложил и Борис Стрельцов. Он многие годы руководил Лобинским сыроделом. Руководитель сельскохозяйственного предприятия работал в данном деле МИЛ, который в принципе сохранил Лобинский сыродел вот в те сложные 90-е годы. Не было бы его, поверьте, наверное, скорее всего, не было бы сегодня на этом месте. Предприятие его бы нет. Практически ничего. Был бы пустырь, и не было ни рабочих мест, ни налогов, ни доходов. Это разрушено. И в целом, благодаря его активной жизненной позиции, удалось его сохранить, привлечь инвесторов, которые вкладывают сюда, наверное, уже за миллиард мы перевалили инвестиции. Около 15 миллиардов. 3 миллиарда. Ну, вот такие прояснения, что 3 миллиарда инвестиций в Лобинский район завел конкретно Борис Николаевич Стрельцов. Наталья Твиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Алаба». В предстоящее воскресенье, 14 сентября, во всех поселениях Лобинского района состоится выбор депутатов, советов поселений, а в пяти поселениях предстоит выбрать глав. О готовности к единому дню голосования рассказала Любовь Ткаченко. С 3 сентября работают все участковые избирательные комиссии. Избирательные участки, которых на территории муниципального образования Лобинский район, 54, работают. С 3 сентября началось досрочное голосование избирателей. На данный момент проголосовало свыше 100 человек. Очень активно голосуют жители города Лобинска. Менее активно – жители сельских поселений. 13 сентября заканчивается досрочное голосование в 16.00. Поэтому просьба к избирателям воспользоваться своим правом и, если у них есть причина, прийти и проголосовать досрочно. Все избирательные комиссии готовы. Мы проводим регулярно с ними занятия. Последнее занятие будет проводиться в четверг, на котором последние инструктивные предложения получат все члены участковых избирательных комиссий. Очень хочется надеяться, что голосование у нас пройдет, как всегда, организовано, без нарушений. Я призываю всех избирателей прийти 14 сентября на избирательные участки. Своё мнение об участии в выборах высказывают жители Лобинского района. Большинство из них говорит о праве и возможности повлиять на будущее. Уважаемые жители Лобинского района, 14 сентября, в единый день голосования, я приглашаю вас всех на выборы. Я считаю, что обязательно нужно прийти и выбрать достойных. Избираются люди, в основном политически активные, которые заинтересованы что-то сделать, что-то умножить, что-то создать. И вот если наши жители не придут на выборы, или явка будет низкая, это, я считаю, в корне неправильно. Это наша гражданская позиция, это наше право, которое я всем рекомендую реализовать 14 сентября. Ну а 4 октября в Лобинске будет отмечаться 90-летие района. Наш район славится долгожителями, многие из них в этом году также отмечают своё 90-летие. О ровесниках Лобинского района рассказывают наши корреспонденты. В нашем поселении проживает 3 ровесника района. Это Назарова Евдокия Петровна в станице Чуднореченской, Иванченко Екатерина Ивановна в станице Ахметовска и Власенко Пётр Петрович. Пётр Петрович является участником Великой Отечественной войны. Власенко Пётр Петрович родился в 1924 году и прожил всю жизнь в Ахметовской. Закончил 6 классов. Почти 30 лет проработал в колхозе. Я родился в Ахметовске. В целом декабря 1924 года и прожил весь век в Ахметке. В армии отбыл 2,5 года и домой приехал. Приехал в марте, в апреле женился. В 48-м году дочечка родилась. Учился в старой школе, она сейчас стоит. А работал, 29 лет у колхоза проработал. И чабаном был, и следующей фермою был, и ездовым был. Всё перепробовал. А учился в школе. Шесть классов кончил. Пётр Петрович, когда началась война, был молод, чтобы идти на фронт. Поэтому помогал ковать победу в Тулу. Я был по броне. Плавил доски для фронта. Два с половиной года по броне побыл. А потом забрали меня в армию. Я попал сразу в 57-м артиллерийский запасной. 84-й дивизии фронтовой. И я там пробыл всё время. А потом оттуда попал в Иран. В Иране пробыл пять месяцев. Приехал назад в Россию. В Кировбаде заслужил. В последнее время и демобилизовался. Сейчас ветеран проживает один. Заботятся о нём органы соцзащиты и совет ветеранов. Пётр Петрович благодарен за поддержку, но в то же время предпочитает всё делать сам. Я работать не боюсь. Вот через 60 дней будет 90 лет. А я работать люблю. Рука не гожая. Нога не гожая. А я всё равно работаю. Вон выйдет, ляд ли, в огороде. Покосил траву. Такая была трава. Потихоньку, потихоньку. За ним ухаживает соцзащита. Приходит девушка, женщина молодая. Два-три раза в неделю готовит кушать. Убирает, что там нужно, всё делает по работе. Он сам ходит по магазинам, покупает себе еду. Вот здесь напротив живёт его крестница. Каждый день у них бывает. Ну, общительный такой дядя. Мы приходим в совет ветеранов. Посещаем мы регулярно своих ветеранов. Особенно ветеранов войны. У них осталось два человека в станице Ахметовской. Помогаем, чем можем. Но самое главное, когда приходим, они очень рады. Пообщаемся с ними, что-то поможем. Екатерина Клименко, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Ну, а сейчас узнаем о прогнозе погоды. Я передаю слово Ирине Бирюковой. Ира, каковы прогнозы на среду? Облачность сохранится, осадки продолжатся. Такую погоду обещают синоптики 10 сентября. Выпуск новостей подошёл к концу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова